по поводу единой россии пока я не могу сказать там графика у меня такого нет то есть сейчас я городского собрания то есть каждый депутат городского собрания он ведет личный прием граждан отдельно я как бы состою же в фракции единой россии мы должны с ними нам тоже дорогие друзья дорогие подписчики я сейчас на ручном приеме у депутата здесь несколько городского собрания хасикова сергеевича так получилось что должен был сегодня принимать в прием на единое синим и гучимбат сергеевич однако он уехал командировку я зашел сюда спросить график приема у депутатов и без нескольких собрания оказалось что айка сергеевич принимает мы с ним предварительно поговорили сейчас он не против провести прямой эфир так вот прием граждан и вы знаете да что мы ходим по депутатам не только элисинского городского собрания но и по депутатам народного хурала вы знаете почему да почему по какому вопросу связи с чем вся это все эти акции проводятся на вот эти инициативы групп почему ходят вот по вопросу назначения дмитрия трапезникова главой города этого администрации города и состоит как вы это прокомментирует непосредственно не депутат елисинского городского собрания как вы к этому Shut up как вы про это прокомментируете почему вы вот почему вы лично Мы очень голосовали за кандидатуру Дмитрия Викторовича, назначая его на должность главы города, главы администрации города Весты. Ну да, я в первую очередь скажу, что я в курсе, что в последнее время вы ходите на прием граждан, депутаты городского собрания. Ну, один из основных вопросов, который волнует вас. Самые основные зрители, да, почему назначили, и кто какими руководствовался, да, доводами, принципами. Ну, тут я могу, как сказать, не знаю, это секрет или нет, на тот момент, да, нам необходимо было назначить временно исполняющего главы администрации города Весты. Ну, по регламенту нам было предложено кандидатуру Дмитрия Викторовича. Соответственно, нам необходимо было назначить временно исполняющего, потому что, ну, как глава администрации, она не может находиться, как бы, без главы, то есть, без временно исполняющего. Поэтому было принято решение, и нагласное, так скажем. В том числе я тоже поддержал эту кандидатуру. Мы познакомились с Дмитрием Викторовичем, поэтому я считаю, что решение достаточно обоснованное в этом плане. Когда вы познакомились с Дмитрием Викторовичем? Я познакомился с Дмитрием Викторовичем, ну, непосредственно, да, когда было его представление, когда мы голосовали за него. Значит, что ушла на сессию? Да. То есть, вы Дмитрием Викторовичем не знали? Лично, да, я его не знал, только так, заочно. Ну, раньше просто не представил мне свою возможность с ним познакомиться. Ну, и в целом, получается, как, еще раз подчеркну, да, то, что в любом случае, да, мы голосовали именно за временно исполняющего, а впереди у нас предстоит же конкурс на замещение главы администрации города Листы. Поэтому, ну, не вижу ничего в этом такого плохого. Ну, а здесь подписчики спрашивают, да, вот почему нельзя было оставить ту же Васкину, человек, который, во-первых, местный, проработал длительное время в администрации в городе, на уровне зама, первый зам, поспал социалки, исполняла обязанности, она, вот, главы, да, главы администрации, и довольно-таки неплохо с этим справлялась. То есть, когда вот предыдущий Нахашкей ушел, мы назначили Васкину. Вот она работала. В чем была необходимость, вызвана необходимость, назначить человека, который вам, как вы говорите, не был известен, и вы только в тот день, когда была сессия, все вышли, вот, вот это объясните, люди только об этом спрашивают. Смысл назначения господина Трапезникова, которого вы не знали, то есть все депутаты нам говорят, что они его не знали, временно исполняющие обязанности, ну, исполняющие обязанности. Вот, почему бы не было оставить ту же Васкину? Почему бы не осмотреть другую кандидатуру? Ну, я понял вопрос. Ну, в принципе, Галина Силовна, во время выборов, в принципе, нам удалось там с ней поработать, как бы, я думаю, она и по окончанию, да, вот, выборов мы ее поблагодарили за ее работу. Ну, а так, по тому, что почему она, допустим, не могла бы остаться, а именно назначили Дмитрия Викторовича, ну, тут я считаю, что мы, наверное, берем более большой временный период, то есть нам предстоит же большая работа, как бы, в том числе депутата, да, избранная, там, у нас сроком на пять лет, и мы надеемся, что, допустим, будет формироваться достаточно, там, сильная команда, ну, я имею в виду, в том числе, там, по администрации города Листы. Дмитрий Викторович, как бы, сейчас в этой команде, и, я думаю, не зря, если он, как бы, был предложен на данный пост, и, учитывая его, там, возможности, опыт, знания, я думаю, он нам в этом плане пригодится, поэтому, считаю, что именно решение с приложением его кандидатуры, оно больше нацелено, ну, как бы, на более длительный срок. А насчет Гарри Васильевна, как бы, на тот момент, как бы, необходим тоже был человек, который бы исполнял функции главы администрации, поэтому, считаю, что, ну, тут, как бы, совсем разные немного вещи там. Нет, только что, только что, вот, отвечая на первый вопрос, вы мне сказали то, что, мне необходимо подчеркнуть, что Дмитрий Викторович назначен военно-исполняющим обязанности, а теперь вы говорите, что он на долгий срок, то есть вы уже, как бы, предрешаете вопрос о том, что трапезный гостанин у нас глава города? Нет, я же не отменяю, что нужно пройти процедуру конкурса, то есть, ну, в целом, получается, что на этого человека, как бы, рассчитываем, что он поработает на благо города, но, тем не менее, ему, как и всем, допустим, будущим конкурсантам, необходимо будет это пройти. И просто на данный момент решением мы проголосовали, чтобы он был временно исполняющим. Вы не считаете, вы, назначая его исполняющими обязанности, да, временно, до конкурса, вы даете ему определенную фору, вы даете ему определенную фору, ну, был бы он там, был бы советником, оставался бы советником, и наряду с другими кандидатами, а Васькина, там, или Эдмирик, там, Магамилов, исполняли бы, вот, я не понимаю смысла необходимых, то есть, выходит эта власть, власть, да, в том числе и вы, да, законодательная власть, специально, грубо говоря, там, в кавычках, тащит Трапезникова для того, чтобы впоследствии назначить его главный город. Ну, все мы знаем, что городик, как любой город, на сложные ситуации, поэтому тут сразу говорит, что, там, мы ему даем фору, да, то есть, наоборот, как бы, за этот период, там, тоже сложный, я думаю, период у него будет адаптироваться, вникнуть в ситуацию, и, можно сказать, он же под пристальным вниманием, поэтому, ну, я оценю, как граждан всех будет, ну, максимально пристальная. Ну, не просто, он ты один. Ну, он тут говорит, что он получил какую-то фору, там, все, не знаю, возможности, там, у него в руках, ну, а с другой стороны, да, может быть, где-то и есть, то есть, именно сейчас он может себя максимально проявить, чтобы все разговоры, как бы, о его назначении, они просто отпали, вот и все. А как вы относитесь к тому, что Трапезникова сейчас, провластные, там, средства массы информатистики, особенно в интернете, да, да, даже некоторые должностные лица республики пиарят его на своих аккаунтах, на своих страницах, в соцсетях. Как вы к этому относитесь? Как вы это прокомментируете, вернее? Ну, у нас есть же городские аккаунты социальных сетей. В принципе, как и всегда, они, я думаю, просто информируют граждан, населения, всех о текущей, там, проделанной работе. Ну, и в том числе, многим, наверное, интересно, да, там, чем занимается, как бы, глава администрации, ну, и, какими делами решают насущные. Поэтому, я думаю, это правильно, то, что с помощью вот такого инструмента можно, например, узнать о таких моментах. Ничего там такого я не вижу. Ну, занимаясь каким-то другим проектом... Это просто пиаром, пиаром, чтобы распиарить его. Просто пошел, посадил дерево, там, пошел, убрался на субботники. Зачем это нужно для Трапезникова? Зачем пиарить его, то, что на субботники, там, все? Мне кажется, должны быть какие-то глобальные дела, которые... Ну, что, например? Ну, какое... Вот нам Арзаев, да? Нам Арзаев Николай Павлович и Джангай В. Николаевич на первом сходе, который был 29 сентября, на погоде 7 дней, сказали, что он... Что характеризовали Трапезникова, там, то, что у него несколько образований, то, что он военный, там. И самое главное, он обещает привезти мстиции, сказали. Ну, а сегодня мы знаем, что, да, бюджет города, он убыточный, вы, наверное, знаете тоже, да, там, зааккредитованность большая. И уже он работает более месяца. Вот распиялили бы его, там, привез бы он денег нам, инвестиции, которые он бы обещал за этот месяц. Привез бы, сказал, вот мне, там, договорился, то, что 100 миллионов, вы выдает какой-то государственный орган, бюджет. Привез бы, да? Да. Вы выдает 100 миллионов, все. И это распиялили, это дело, да, мы согласны. И мы, может быть, вот эта вот, протестная активность, она, может быть, намного бы утихла бы. И сказать, а действительно, прав Чеченник Николаевич, прав Азарев, действительно, оказывается, у трапезников есть определенные связи, рычаги какие-то, чтобы помочь нашему городу. Однако, он уже больше месяца работает, этого нет. Я говорю, если о глобальных делах, я имею в виду вот такое. Ну, я думаю, если говорить о таких глобальных делах, у них в любом случае есть какой-то временной срок для исполнения, для воплощения в жизнь. Поэтому, я думаю, даже если это было озвучено, то, в любом случае, никто же не говорит о сиюминутных решениях. То есть, вчера сказал, и завтра уже все. Ну, как бы, все начинается с небольшого, с малого. То есть, я думаю, придет время, и про эти сказанные инвестиции, ну, до всего дело дойдет. То есть, он все-таки обещает до сих пор, то, что он ведет определенные инвестиции в регион? Ну, вы же смотрели программу, да? В дальнейшем каждый конкурсант тоже будет представлять свою программу развития. Вот у него же тоже была на презентации программа, там, по-моему, прозвучало уже, да, что по этим вопросам то, что нужно привлекать, ну, то есть, всячески не привлекать, а всячески развивать. Ну, у него есть, нет. То, что нет, эта программа... Я же сейчас не могу это выгрузим сказать за него, как он будет воплощать эту программу, и когда именно, какие сроки именно в этом плане будут реализовываться. Как, вот, кстати, вот касаемо программы, да, когда было представление его программы, вот, у меня есть друг, очень близкий друг, у него супруга работает в школе, в школе, вот, в одной из школ. Ее вызвали, позвонили с администрацией города, когда пришлите какого-нибудь надежного человека на презентацию этой программы. Она пришла, ей дали вопрос на бумажке и сказали, вот, заучите этот вопрос и именно этот вопрос задайте. Не кажется ли вам, что в настоящее время идет вот всяческая помощь, вот такая вот, трапезнику, чтобы, там, представить свою, представить свою программу, там, выбирается определенный какой-нибудь объект для того, чтобы распираться? Мне кажется, что вся предвыборная, ну, вот эти все действия по назначению трапезников и дальнейшее продвижение его кандидатуры просто имеют, ну, вот такой характер, опять же, просто пропиарится, да, вот так вот. А на самом деле делен никаких нет. Вот пример с моим другом, его супругой, это является безусловным подтверждением такого. Ну, то, что вы сказали по поводу, заготовленного опроса, я не могу, допустим, сейчас, да, ни опровергнуть, ни какие-то подтвердения, это как бы все... Ну, там было видно, что вопросы были заготовлены, там было видно, что вопросы были заготовлены, и, соответственно, ответы были заготовлены. Я же не могу сейчас опровергнуть чем-то, да, доказать, что этого не было, как бы. Мы этого сейчас не можем. И, возможно, у меня нет, допустим, обязательства именно верить, то, что так именно было. То есть это уже как бы... ладно. Второй момент, опять же, вы же говорите, что его сейчас целенаправлено пиарит. Ну, я там не вижу какого-то там голого пиара. То есть то, что делается, допустим, с его участием и посредственно с его решением, это все публикуется на официальных, да, аккаунтах, там, в интернете, в СМИ, на сайте администрации, не более того. В принципе, никому другому не мешает. То есть, там, я, допустим, да, какие-то свои там проекты реализую, мне же никто не мешает, допустим, я что-то сделал, я могу это выложить. Сейчас же все доступно, там, в социальных сетях, в интернете, на сайте официально можешь опубликовать, там, в каких-то пабликах о своих, там, хороших делах. То есть это тоже получается, как бы, пиар. То есть тут уже никто никому не мешает, и поэтому говорить о том, что конкретно его, там, пиарит, я не считаю, что так можно говорить. Мне кажется... На самом деле, это же не на пустом месте. Человек делает дела, то есть об этом написали. Не по себе еще... Или даже это может быть где-то информирование о том, что какие-то вопросы решаются, которые до этого момента были затянуты, и просто там про них забывали элементарно. Игорь Сергеевич, а вот вам не показалось, например, вы не насторожились из-за того, что нам в город, как бы, представили, рекомендовали человека из Донецкой Народной Республики. Мы с вами понимаем то, что, да, международным сообществом, она, эта республика не признана, и они относятся к Украине, да, и вот... И, естественно, вы знаете, там, конфликты, вот это вот, вам не показалось, не было ли там, не вызвали ли там какие-то сомнения в том, что данный человек может быть, может быть, я подчеркиваю, я не вот это, может быть международным преступником или как-то, или вот нести такую тень, да, на себе, и которую он, соответственно, принесет в наш город. То есть, если мы поставим его главой города, то вот эта тень, вот это международного преступника или международного, как бы сказать, возмущения, да, в сторону вот этих трапезников и иных лиц, мы знаем же, есть другая сторона, да, не только пророссийская, есть другая сторона. Она гажет нам на наш город и у нас, и на нашей республике, то есть на нас, с вами, да, как жителей республики, на вас, как на депутателей Синско-городского собрания, а мы остаемся в истории. Мы остаемся в истории с этим пятном. Потому что очень много, очень много вещей, да, о том, что трапезник действительно является, ну, я говорю, может быть, я говорю, относится к тем людям, которые международные сообщества, что не принимают, да, не считают там законным, не считают легитимным, вот. Мне кажется, мы сейчас ставим очень огромное пятно и не очень хорошее пятно на нашей республике в целом. Понял. Ну, я просто предлагаю, как бы, отбросить эти домыслы. Во-первых, я же говорю, когда кандидатура предлагалась на должность, на исполняющую обязательства главы администрации города Элисты, ну, то есть, еще раз повторяю, главы администрации города Элисты, да, то, когда человеку предлагает, то есть, я думаю, и наверняка, то есть, он проходит именно, так скажем, проверку, да, на то, чтобы, может ли он замещать данную должность, в том числе, вот, то, что вы говорите, там, на странах. А вы проверяли? ИГС проверял его? Ну, аппарат же проверяет? Нет, вы говорите, что его в тот же день только представили, то есть, выходит то, что для проверки не было времени. ИГС проверял его? Вот, как вам известно? Вот вам сегодня известно, что ИГС проверял Трапезникова, а данные факты нет? Ну, у нас же есть аппарат, и плюс его рекомендовал, то есть, глава республики, наверняка должность человека проверяется, прежде чем... Нет, вы, как депутат, вы, как депутат, я лично его документы не проверял, но мы убедились, что у него есть гражданство Российской Федерации, то есть, никаких там судимостей или что-то... А когда он получил гражданство Российской Федерации? Когда он получил гражданство Российской Федерации? В 2019 году. То есть, получил гражданство он в этом году? То есть, в апреле 2019 года он получил гражданство? Да, да. Там даже есть такая информация, что он получил гражданство на свой день рождения 12 апреля. Мы уже даже знаем, когда у него день рождения. И вот смотрите, когда он получает гражданство в апреле, через три месяца он становится его главой города. Такое возможно? Это приемлемо? Ну, в любом случае, здесь ничего противозаконного не было, поэтому я считаю, что мы говорили о том, что там это есть сейчас, да, и в этом ничего противозаконного нет, как бы, если бы какие-то были моменты неправильные, то я думаю, уже давно бы, да, как это заявление поступило бы. Все же сделано в соответствии с уставом, с положением... Можете ли вы, как депутат, направить депутатский запрос в том числе в Украину, да, в том числе в Донецкую Неродную Республику, и в котором спросить, да, привлекался ли, возбуждались ли какие-то дела, выносились ли приговоры, был ли осужден, не был ли осужден, в связи с чем он не ехал из ДНР. Официальный документ. Я, наверное, после эфира напишу вам заявление, что вы направили такой депутатский запрос. Ну, теоретически допускают, что возможно, может быть, не напрямую, а через наши, допустим, выходит ли облины, мы можем... Ну, то есть, мы с вами это... Мы с вами это инициируем, мы с вами это инициируем. Вот я напишу заявление на ваше имя, а вы... Я же говорю, я пока могу только сказать, что теоретически возможно это сделать. а по поводу еще раз назначения, что вы говорите. Опять же, я хотел бы подчеркнуть, что мы проголосовали, то есть, на назначение времяисполняющих, главы администрации, то есть, эта должность, она все-таки такая, административно-хозяйственная, поэтому... нет, глава города представляет лицо города по уставу, по новому уставу, он глава города тире глава администрации, возглавляет местную администрацию. Он представляет лицо города, понимаете? Вот, сегодня, вот, согласно законам... Ну, ладно, да, хорошо, пусть так будет, но у нас, у городской администрации, просто, ранее было по-другому, на ранее было по-другому, вот, я на этом ошибся, потому что уставов во времени не мы, не мы, если на официальном сайте, а сейчас вот так. Вот, теперь, такой, юридический вопрос, очень вспомненных моментов, много, да, согласно, наверное, на полный общий принцип организации представительных и исполнительных органов субъекти Российской Федерации и законы, федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, органы государственной власти республики, то есть, высшее должностное государство республики и народный хорал республики и иные органы, не вправе вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления. Вы сказали, что, ну, мы знаем, да, то, что господина Трапезникова на должность рекомендовала глава республики Батух Сергеевич Касик. Вот, мне кажется ли вам, что это является нарушением принципов неумешательства в деятельность органа местного основного управления со стороны Батух Сергеевича? Ну, каким образом он вмешался? То есть, я так думаю, что по уставу глава республики, он, допустим, рекомендует свою кандидатуру на замещение данной должности, по крайней мере, временно исполняющей ее. Соответственно, мы вынесли на голосование, то есть, предложили кандидатуру и проголосовали за нее. Батух Сергеевич, в уставе нет такого, то, что глава имеет право предлагать. Ни в одном законе нет такого, что глава региона не может предлагать. В законе есть статья 7.7.3, что он может отзывать. Участие в главном исполнении. Участие до сих пор не подверг сомнению жителей не обратились. По-моему, кто-то уже обратился. По-моему, кто-то уже обратился. Если обратились, то, наверное, с этим обращением какой-то процесс должен произойти реакция. Теперь, Виктор Сергеевич, мы переходим к митингам. Вы знаете, что уже прошло раз, два, три, четыре мероприятия, публичные мероприятия, которые, два из которых, с 13-го и 27-го, собрали, большое количество людей. Для республики 3,5 тысячи, четыре, может, чуть-чуть меньше. Это огромное количество. Как вы прокомментируете данное мероприятие, публичное? И почему вы, вот да, как депутат Леснинско-городского собрания, избранный депутат, не пришли, не пришли на митинг, не на один из митингов, поскольку уж народ, представляете. И я лично знаю, что, вот, не лично, я сам лично приносил приглашение на каждого депутата в Леснинско-городское собрание. Именно на то, что аппарат раздавали приглашение на митинг. Я принес, дал канцелярию, мне сказали, что мы всем раздадим. Насколько мне известно, вот, народный хорал я тоже относил, народный хорал сразу берут, как бы, рассылает на электронную почту депутат. Вот, почему мы не пишли на митинге, и как вы относитесь вообще к нашим мероприятиям публичным? Ну, я скажу так, естественно, я про митинги эти слышал, знаю, и, допустим, я могу там сказать, что я знаю там мнение разных людей, кто там участвовал, ходил, или наоборот, не ходил на эти митинги. Поэтому количество людей, не знаю, как прокомментировать. Знаю примеры, когда, ну, людям просто было интересно, так как у нас в Калмыки, да, я не помню, когда у нас были митинги, я, например, пять лет последний, ну, постоянно держу в листе, не помню, чтобы у нас такие были там митинги. Поэтому, я думаю, в том числе конкретно мои знакомые, которые могли пойти, ну, или ходили, иногда им просто было интересно, ну, как бы, что же за митинг такой у нас в Калмыкии в листе на площади. Поэтому, по поводу количества, тут, я не знаю, как оценить. Возможно, это может быть оценить положительно с точки зрения того, что, ну, людям не безразлично, да, то, что у нас, как мы будем развиваться дальше, что у нас будет происходить. Ну, как бы, в этом плане я могу так прокомментировать. По поводу приглашения, во-первых, я, наверное, в силу своих там других революционных обязанностей, именно в эти даты я, к сожалению, не мог присутствовать на этих митингах. Ну, и, в принципе, ребята, которые, ну, пару ребят, которые организаторы, так скажем, активисты, они меня знают, но лично они ко мне не обращались. То есть, то есть, возможно, я же говорю, вы же говорите, официально обращались, а так, не знаю, я их знаю, но они ко мне лично не обращались. В принципе, у нас даже есть телефонная доступность. А, то есть, у вас близкие, довольно-таки близкие отношения, чтобы переписывать. Я, допустим, знаю, он же занимается вот контуром, клубом, да, плюс он же занимается движением по возрождению, поездок различных, ну, вот он проводил уже конный поход, то есть, в принципе, мы с ним так общались. То есть, получается, что вас никто не пригласил? Он же мог бы мне позвониться. Ну, согласен, согласен. В этом плане, я не знаю. Мне кажется, если вам вопрос пишут, подписчики задают вопрос, почему вы решили стать депутатом лично с голосом? Ну, во-первых, спасибо за такой вопрос, интересный. Ну, я вообще вот пять лет в жизни живу в Листе, и большая часть, наверное, моей работы, она так связана с общественной деятельностью. Ну, если кто не знает, я же уже на последние футбольные лиги, пяти лет, да, являюсь руководителем футбольной лиги. Ну, основная деятельность там организации, там соревнований, ну, и плюс еще спортивные клубы. Поэтому, по крайней мере, опыт именно общественной деятельности у меня есть, и на данный момент я возглавляю, я являюсь председателем комиссии по спорту в городе, в городском собрании, поэтому, я думаю, именно хотя бы в этом направлении, я думаю, я смогу внести какой-то вклад без уразвития города, ну, спортивной жизни в городе. Если еще, вот такой вопрос довольно, наверное, самый главный вопрос, вот, Батух Сергеевич, наш брат, глава республики, представляя Дмитрия Викторовича, сказал, что Дмитрий Викторович не является представителем каких-то кланов, кланов, которые влияют на деятельность не только нашего города, но и вообще республики, на жизнь. И, в том числе, некоторые провластные СМИ, СМИ обвиняют нас в том, что за нами стоят какие-то дирижеры и указывают нам что-то. Во-первых, прокомментируйте, пожалуйста, о каких кланах идет речь и поддержите ли вы данную позицию или нет. О каких кланах идет речь? О каких кланах идет речь? Какие кланы у нас в листе вообще есть? Я, наверное, так скажу, как бы, по крайней мере, мое личное такое мнение нам больше. То, что, я же еще раз повторюсь, все-таки мы рассчитываем, что глава администрации он будет, ну, не знаю, как бы то ни было в дальнейшем, глава администрации он будет заниматься, я считаю, что правильнее будет, что именно просто бы глава администрации он будет заниматься административно-хозяйственной деятельностью и, если, допустим, провести параллель, там, не знаю, с бизнесом или со спортом, то есть совершенно нормально, если, допустим, ты нанимаешь специалиста, Глава администрации – это будет не выборная должность, а назначаемая. Соответственно, он будет заниматься определенными вопросами, и все с ним будут отчитываться за проделанную работу. И не страшно, откуда он, не знаю, по крайней мере, неважно, с какого он города. Главное, чтобы, я считаю, он был нормальным, хорошим специалистом, он знал свое дело, и его личные качества вызывали только уважение. Если он, я уверен, что он таков, то, я думаю, проблем не будет. Если, допустим, вспомнить тот же Уралан, как бы эта история не закончилась, тем не менее ни у кого не вызывало сомнений на тот момент, что там работают, допустим, специалисты высокого класса. Потому что, если говорить там открыто, тогда и сейчас, наоборот, нет у нас специалистов такого уровня. И, естественно, приходится… Правоарантовы по футбольному клубу? Да, да, приходится что делать? Ну, нанимать специалистов, как бы, вне республики. И эта практика, не знаю, действует по всему миру, ничего такого страшного здесь нет. Так же, я думаю, и в бизнесе нанимают, я думаю, специалистов и директоров. В том-то и дело, если бы нам в республику, вместо Трапезникова, привели бы какого-то специалиста, например, если мы аналогию ставим с Ураланом, да, там приезжал там Слюдский, там кто из этих… Прокопенко, кто-то был, да, из трениров украинских. Украинских. Они были действительно… Это была школа Лобановского, вы знаете, это была сильная школа. Они приводили со собой северных игроков. То у нас здесь, называя Трапезников антикризисным менеджером, мы не поймем, где был кризис, и какой кризис он… Из какого кризиса он вывел какое-то муниципальное образование, страну там или там республику… Мы не поймем. Почему? Если нас специалисты привезли, да? Вот все себе говорят, Василий в Дагестане. Фигура, да. Действительно. Живители Александрович Ромолчани приняли его. Нам привозят непонятно кого, непонятно кого. Говорят, что он специалист, антикризисный менеджер, приведет инвестиции, у него 28 образования. Нам его образования не нужны. Понимаете? Инвестиций нету, и я уверен, что не будет. Кризис, какой кризис? У нас кризис сейчас… Его привозят в нас… Он еще один кризис порождает. Понимаете? Он являл… Он сейчас являлся… Кану Петверин. Почему? Вот… Вы… Да, вы правильный пример приводите с Уровановым, да, с Кану? Но там были специалисты… Специалисты там школы Лобановского мирового масштаба, да? Которые сейчас играют, тренируют, да? Мы не знаем… А здесь где вот… Где вот трапезников… Вот… Вы вывел из кризиса… Когда какой-нибудь поселок вывел бы из кризиса… Вопросов бы не было, понимаете? Ну, я еще раз повторю, что для решения любого вопроса, любой сферы нужно все равно какое-то время. То есть… Мы… Лично ходили по… Ну, я, допустим, лично по своему округу, да, там… Один… Я и так… Или я сам проживаю в своем округе… В принципе… Ну, как бы… Для себя не открыл, как бы… Какие-то вот… Проблемы и задачи только стоит решать, там… На протяжении… Пяти лет… Поэтому… Ну, я считаю, что там проблем немало, на самом деле… Нет, я, Василий Игорь Михайлович, вы не понимаете, Вы не понимаете, вы вопросов не понимаете… Вы вопросов не понимаете… Вы говорите, дайте ему год, да? Вот брат ваш говорит, вот, дайте ему год. Вы говорите… Давайте посмотрим вперед. Давайте сначала поставим нам опытного человека. Скажем, вот он, Донецкую Народную Республику вывел передовые. Город Донецк стал на уровне, хотя бы, Москвы развивается. Вот так вот. Они там посолили метро, метро работает. И вот так вот, понимаете? У нас нет такого. Где был кризис? В Донецке. Донецке, значит, был кризис. В ДНР, дальше пор идет война. Есть? Есть. Вот делаем, вот, если бы мы написали, была бы информация, вы знаете, век интернета, все все знают. Потропизников нету ни одной положительной статьи, понимаете? Вот в этом-то и делали. Вот, даже вот смотрите. Вы говорите, да, дайте, дайте. Ну, в таком случае получается, что, самое главное, я же говорю, сейчас будет конкурс же, да, и там, любой может и предложить там свою кодиатуру, выдвинуть ее, пусть он участвует. Но вы-то будете голосовать за торопизников? На данный момент жители Калмыкии голосовали за Бату Сергеевича, за моего брата, да. У них есть определенное доверие к нему. То, что он предложил на должность времени исполняющего администрации человека, я думаю, значит, он ему как-то доверяет. То есть, он уверен в его способности, поэтому и сейчас сразу ставить под сомнение, то есть, получается, что, не знаю, это все-таки неправильно. То есть, есть глава республики, как бы, в его случае, не думаю, не стоит устраивать то, что ставить отдельно там, как фигуру главу города, противопоставлять его там главе республики. Получается, в данный момент, я думаю, все правильно. Ну, команда. Глава администрации, он все равно в команде. Я думаю, как бы то ни было, хоть все и говорят, почему вы там на главу республику свое решение списываете, ну, тем не менее, это не сказано не в том плане, что там кто-то списывает, а в том плане, что мы все же действуем одной командой, как бы. В принципе, это и девиз наш был. Вот вы, в том числе, задали вопрос, допустим, почему я там, а не вы, а подписчица. Я спросил, почему я родился. В принципе, одно из моих, как бы, пожеланий, то есть это, ну, поддержать брата, как бы, в его работе. Ну, я со своей стороны, допустим, в рамках полномочий депутата, я думаю, иметь какие-то свои опыты, знания, думаю, смогу тоже перенести. И, тем не менее, я думаю, мы будем действовать, как бы, все-таки команда, потому что, ну, если действовать, как бы, разрозненно, я думаю, как вы говорите, получается, что еще будет один кризис там. Нам сейчас нужен кризис, нам нужна плодотворная работа. Вы же понимаете, что сейчас, сейчас кризис из-за трапезников. Очень многие, вот я сам, например, да, я вам признаюсь, и все об этом знают, я работал как командир на ансоре Манджиева, да, я был юристом, я был у него в штабе. Когда нас не напустили, вот, я ушел, и мы работали, помогали как коммунистам, коммунистам на выборах в Листинское городское собрание, да. Я, например, не согласен, да, с кандидатурой, был вашего брата, на должность главы республики, да, но у нас очень много людей были его сторонниками, которые вот на сегодня, на сегодня уже не являются сторонниками и говорят, если бы были выборы, они бы не голосовали за Бату Хасипа. То есть возникает вопрос, зачем Бату Сергеевичу конфликт с народом из-за дмитрия-трапезников. Потому что люди-то выходят, если бы вышло в это 100 человек, да, никто не обратил внимания. Один раз, а выходит-то по три, по четыре тысячи рублей, а сейчас по четыре тысячи, четыре тысячи, четыре тысячи рублей. Еще две митинги запланированы. На всей территории земляного шара, со всех сторон, вы, наверное, видите, поддержка. С Соединенных Штатов, с Грецией, с Испанией, с Голландией. Ну, где только Харьевут в нашем мире не проживает, везде поддержка. То есть народ здесь, да, мы благодарим, да, Дмитрия Викторовича, за то, что нас объединил, наш народ. То есть национальное самосознание, Курлин, на него очень поднялся. Может быть, не надо Бату Сергеевичу брать в команду такого человека, чтобы народ был против него. Он сам на радио, в своем интервью, сказал то, что это народ против него. И такие лозунги уже появляются. Есть ли смысл для него, да, вот вы, как братишка, наверное, можете ответить. Но я настаиваю, например, на кандидатуре Дмитрия Викторовича, чтобы самому себя ставить по удару. Ну, во-первых, я не могу сказать, что там весь народ против него, потому что, ну, как бы, не знаю, это то, что вы говорите. Очень много людей пришло, тем не менее, я не могу сказать, что там все были против него, ну, или вообще кто-то был против него. А считаю, что, наверное, все-таки, ну, как я и говорил, мое мнение, у него есть определенный план развития программы. Как бы, не знаю, у Бату Сергеевича, соответственно, подбирается команда, в том числе и по городу. Поэтому, я думаю, сразу какие-то вот эти скоропалительные выводы, там, делать что-то. Тем более, в любом случае, я же говорю, ну, хоть и вы говорите, что мы ему даем фору, но, тем не менее, он же является временем, исполняющим обязанности. Поэтому и будет конкурс, там, будут другие конкурсанты, кандидаты. Поэтому есть и будет возможность выбрать, там, послушать и других. Вот, понял я. Вот здесь как раз Сырем Басангев, да, ваш знакомый, да, как вы говорите? Я просто хотел сказать, у нас, давайте уже определимся конкретно, один вопрос какой-то, более, который вас больше всего волнует. Потому что у меня же встреча с 10-10 часа была, да? А, ну, давайте, что вы не знаете, как... Ну, или не на 5-10. Я не могу сказать, да, что... А, уже опять, все, и, конечно, давайте пару вопросов, пару вопросов. Я предлагаю пару вопросов, один, там, ну, максимум два, именно, просто конкретно. Давайте, на трех вопросов остановимся. На трех вопросов остановимся. Вот Сырем Басангев тоже заделёт. А, если ты видишь, что брат совершает ошибку, считаешь ли ты своим долгом огладить его от этой ошибки? Он имеет в виду ситуацию с трапезником. Ну, как вы ответите? Но я же не могу Сырем сказать, что... Как оценить, допустим, да, единоличие... Нет, здесь самый первый вопрос, вот, он ошибается, не ошибается, вот это вот... Вы должны... Какие критерии вот оценки то, что его действие, что он ошибся или нет? То есть вы ещё не поймёте, ошибается он или не ошибается, или... Или вы считаете, что... Ну, это не правильно говорить, поймёте или не поймёте. Чтобы оценить, я думаю, нужны какие-то критерии, там, что плохого, да, там, как вот вы со своей стороны говорите, что он ошибается. Я так, допустим, не считаю. Не считаете, да? Всё, тогда понятно. По крайней мере, на данный момент я не могу такие выводы сделать, потому что они ни на чём не обоснованы. Получается только на том, что решение там было, получается, что непопулярное, в связи с тем, что, там, Дмитрий Викторович, да, не знаю, с ДНР, там, не знаю, не сомнительной репутацией... Сомнительная репутация... То есть только вот это вот. А то, что остальное, как бы, не знаю, отзывы о нём в интернете, то есть я это не могу, как бы, подтвердить или опровергнуть. У вас, в принципе, в этом плане есть все возможности, можете, там, запрос сделать, ну, или вы мне говорите, чтобы я, там, запрос сделал от себя, как депутат. Мы это не связываем с вами же. Ну, вы же говорите. Я напишу заявление. Да, напишите. Дмитрий Сергеевич, вот вчера, да, он был в суд у нас по участию вот на Пагоде, да, когда он первый, когда, кстати, трапезник обещал к нам выйти, он не вышел. И вот, там была учительница Катаева Бадма Актюбеева. Она тоже присутствовала на встрече, вот у вас богатуре, когда Бату Сергеевич принимал, вот активиста, она присутствовала на встрече. Вчера я с ней разговаривала, она действительно была за Бату Сергеевича, она за него голосовала, она за него агитировала. У нее супруг, по-моему, даже земляк ваш, у нее супруг, по-моему, земляк ваш, она выдала. И ее вчера судили, ее вчера судили за то, что она вчера высказалась, что она тогда на Пагоде высказалась по поводу назначения трапезников. И вот она вчера возмущалась, очень сильно возмущалась до слез, она расстроилась, она вспомнила такую вещь, то, что на встрече, на встрече с Бату Сергеевичем, она спросила Бату Сергеевича, что с Орловым, почему не принимаете меры для того, чтобы он ответил. Встреча была 4 октября, он, Бату Сергеевич ей ответил, что мы этим занимаемся, мы это сделаем, мы с этим боремся, ну что-то так. Но выходит-то, Орлова Бату Сергеевич назначил уже 21 сентября, и Батман Тюберин, как и весь калмыцкий народ, наверное, расстроились, и они не поймут. Он мне смотрел в глаза и нагло врал, выходит. Как вы прокомментируете данную ситуацию с назначением Орлова, и с тем, что действительно, верившись всему, народу целый месяц говорили о борьбе с чем-то, для чего-то, нам дожат Корольев на встрече, да, Бату Сергеевич говорил, Бату Сергеевич борется, чтобы Орлова не назначать Совет Федерации, а оказалось, что 21 сентября он был уже назначен. Прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию, да, которая действительно на Орлова. Ну, я, если честно, не знаю, там, когда, при каких-то связи с ним был разговор, там, был, как он был, там, что он говорил, как бы... Ну, он был на 4 октября, ты точно знаешь? Тут, наверное, вопрос, конечно, больше по поводу назначения, ну, это уже, можно сказать, без всяких отклонений, решение главы республики, правильно, ну, за его подписью, поэтому комментировать мне, наверное, все-таки как-то... Ну, вы не можете, ну, да, если так, кто-то согласен. Я лично могу, как сказать, как бы то ни было, то есть сам глава республики прокомментировал свое решение, Ну, и в целом люди, я думаю, поняли его обращение, ну, и то, что он имел в виду, я, как бы, понял и с этим согласен, поэтому, что дальше будет, как бы, я думаю, мы посмотрим. Ну, а то, что он говорил в разговоре, то, ну, я думаю, то это в этом плане тоже время покажет. Это мое мнение такое, мой комментарий. Все, и вот, заключительный вопрос, мне кажется, вы так и не ответили про кланы. Про кланы? Что же вы говорили нам про трапезника, а про кланы не ответил. Что за кланы, с которыми борется сейчас, Бодуш Сергеевич, и почему, и которые за нами стоят, и к какому клану вы относитесь, поскольку всем известно, что в ФГС, вот, да, вы, в ФГС, там, Арзаев, да, он, мы так понимаем, тесть вашего двоюродного брата, да, и вот Анжира Масофи Сергеевна, учительница Бату Сергеевича, то, 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 то есть, и, то есть, и, то есть, здесь так это не ягод, это так люди пишут, и все об этом говорят, понимаете, то есть, и говорят то, что Хасиков Бату Сергеевич создаёт собственный план, как вот на вот это, вот это вот прокомментируете, вы как депутат, который непосредственно предпредставляет? Ну, я лично сам сейчас не могу к себе какому-то клану отнести и говорить о том, что он там создаётся. То есть, по поводу кланов, ну, сказать, что там есть они или нет, я не могу конкретно указать там на кого-то или назвать какие-то у меня, но больше, наверное, скажу, как бы исходя из своего опыта, да, иногда всё-таки плюс, когда ты находишься в такой, ну, нейтральной всё-таки позиции, и твои какие-то действия, решения, они не зависят там, там, подсказок или давления друзей твоих или соратников и так далее. То есть, поэтому, иногда, я думаю, ну, вот именно донаду момент, всё-таки, это считаю всё-таки большой плюс. Ну, если мы же говорим в рамках назначения, да, Трапезникова, то, что он, получается, лишён всякой плановости и так далее. Ну, говорить о том, что этого нет, тоже нельзя, да, ну, в любой, даже, не знаю, в различных, там, даже, не знаю, может быть, бытовых, там, вопрос или ещё где-то, всё равно мы с этим сталкиваемся, то есть, нельзя этого отрицать. И я в своей сфере тоже с этим сталкивался, то есть, поэтому, у меня, в принципе, и было такое преимущество, то есть, и, я же, получается, после окончания учёбы, ну, я учился в Москве, в Москве жил потом, когда всё-таки вернулся, да, ну, как бы, у меня определённая, как бы, свобода в этом плане была, то есть, я был нейтральный, и в своей деятельности я, как бы, не обращал, и у меня не было, там, какого-то давления, там, со стороны, там, как вы говорите, клана и так далее. Поэтому, я считаю, что, ну, это хороший, положительный момент для нас. Спасибо. И трудно быть братишкой в другой республике, вот, да, на сегодняшний момент? Ну, в принципе, как и раньше, в любом случае, ну, все знают, ну, как бы, путь Бату, да, то есть, и уже сколько лет, поэтому, ну, и, соответственно, и я рядом. Может быть, раньше, может быть, я не был там под таким пристальным вниманием, тем более, сейчас я являюсь депутом городского собрания. Ну, я думаю, сейчас, может быть, всё-таки посложнее, чем раньше, но, тем не менее, ну, и эта роль мне и раньше знала, ранее знакома была, поэтому, я думаю, ничего страшного, наоборот, это тоже плюс ответственности, ну, то есть, мне, например, может быть, сложнее и ответственнее, чем другим. Ну, тем не менее, я считаю, что, наоборот, это хорошо, закаляет. Я думаю, ну, как у всех кралмейков, брата никогда должен поддерживать и стоять за ним, правильно же. Ваша позиция для всех ясна, мы, мы согласны, мы понимаем. Ну, я думаю, что, наверное, ну, ответственность, да, на вас есть, то тоже определенная, потому что вы будете шкодловые. Спасибо вам за этот эфир, я очень рад, что я так случайно к вам попал, да, и вот, какие вы это пожелания хотели наши подписчики, в эфире 150 человек сейчас, 150 с лишним, считаю, это уже много, а потом уже эфир будет запишется и пойдет в YouTube, и еще раз. Ну, в первую очередь, хотелось бы, вот, всем вашим, да, подписчикам обратиться, то, что, все-таки, ну, главный плюс сегодняшнего, да, вот, это движение, так скажем, то, что народ все-таки, он больше переживает за республику, то есть, я думаю, каждый должен в зоне своей ответственности действовать именно на благо, то есть, ни в коем случае, я думаю, не надо там разделяться или вставлять палки в колеса, то есть, я думаю, от лица, там, у нас депутатов, от себя лично, там, мой брат, Донус Сергеевич, я думаю, все же мы за Калмыкию переживаем, я думаю, по максимуму постараемся, чтобы результат был наилучший, поэтому, и это зависит не от одного же конкретного человека, а все-таки, каждый за свои действия должен отвечать, ну, и, я имею в виду, именно за результат своей работы, и в целом, это даст, как бы, общий эффект. Также хотелось бы обратиться, ну, к вам, к вам, ребятам-активистам, потому что, ну, многие из вас, и они же все из Бату там знакомы, и с нами, вот, мы же живем в небольшом, все-таки, в городе друг друга знаем, и все знают то, чем занимаются, как бы, и, я думаю, ну, как раньше, как бы, никогда вопросов каких-то таких не возникало там, поэтому, я думаю, все-таки нужно, ну, критик, как обычно бывает, критика – это хорошо, как бы, она помогает, как бы, может быть, ну, заново еще на что-то взглянуть по-новому, пересмотреть, поэтому, если рассматривать, что это как критика со стороны людей, то есть активных, активной молодежи, то, может, это, ну, хорошо, и даже за это спасибо. Ну, а так, в целом, конечно, под просьбой все-таки поддержать, ну, получается, что новую власть, существующую, тем более, ну, были выборы, и, я думаю, ну, как результаты показали, что все-таки поддержка есть, тем более, ну, каждый из нас, вот, кто в час его выбор, ну, непосредственно люди подходили и все-таки, ну, выражали свою поддержку и доверие, ну, и, соответственно, мы никуда не уезжаем, нам людям в глаза смотреть, поэтому, как бы, другого у нас пути нет, только, как бы, как бы, делиться именно вперед. Что? Да. Господи, спасибо вам, действительно. Спасибо вам, здоровья, успехов и удачи. Спасибо вам, действительно, у нас очень хороший эфир получился. Дорогие друзья, я выключаюсь, сейчас я переключусь, вы выключаюсь. Действительно, у нас был эфир, я считаю, что очень хороший эфир, довольно-таки очень приятный человек, у нас депутат. Эгриш Хасиков. Эгриш Сергеевич. Все, ребята, всем спасибо, всем до свидания. Сохраню эфир. Завершите. Сейчас я еще не выключу. Спасибо. Спасибо.